Всем доброго дня! Вот такая неприятность у меня. Весы перестали работать. Включаю. Пытаются они включиться. Индикатор горит тускло и вот вылезает вот такие на дисплее символы, то есть весы не работают. Сейчас попробую подключить зарядное устройство. Подключил зарядное устройство сюда. Давайте опять включим, посмотрим. Так, яркость хорошая. В режим вошли. Все измеряют. Вывод делаю. Наверное, вышел из строя, состарился аккумулятор в этих весах. Попробуем самостоятельно его заменить. Или хотя бы сначала посмотреть, что он из себя представляет. Весы разбираются просто. Их нужно перевернуть вверх ногами. Вывернуть четыре вот саморезика таких. Вот здесь. Здесь отверстия. И вот здесь. Я их вывернул. Просто вот показываю, где они стояли. Теперь нужно обратно аккуратно, вот так вот взяв их крепко двумя руками с обеих сторон, повернуть обратно в рабочее положение. И теперь верхнюю панель аккуратненько поднимаем и вот так открываем. Вот он аккумулятор. Вот эти два проводка, вернее три проводка, один красный плюс и здесь вот у меня черный и желтый минус отпаиваем. И теперь нужно вот этот аккумулятор вынуть. Он неисправный, он уже от старости вышел из строя. Он приклеен там внизу на двухсторонний скотч, поэтому придется приложить довольно такое серьезное усилие, чтобы его оторвать. Ну вот тут такой аккумулятор. Теперь нужно ехать поискать в магазинах или хотя бы что-то похожее на него. Может быть чуть меньше по размеру, ничего страшного. Вот эти проводки, которые я отпаял, к новому аккумулятору припаивать будет неудобно, они довольно короткие. Поэтому я их увеличу длину, вот подпаяю парочку таких проводков, здесь вот заизолируем и тогда будет уже припаивать к новому аккумулятору их более удобно, доступно. Вот я эти проводки удлинил и сейчас еще одену вот эти трубочки для изоляции. Места пайки заизолированы, можно подсоединять аккумулятор. Итак, аккумулятор я купил. Сразу скажу, что это было мне не очень просто сделать, так как точно такого аккумулятора нигде не было. Правда, по габаритам, размерам такой был аккумулятор, но он был на 6 вольт. А в данных вот весах аккумулятор используется 4-х вольтовый. Вот этот аккумулятор 4 вольта напряжением и 4,5 ампер час емкости. Ну вот я такой вот купил аккумулятор, он значит по вот этому габариту подходит, по меньшим размерам, немножко по ширине, не квадратный, но сюда он подойдет. То есть все будет нормально. Даже еще место остается. То есть этот аккумулятор, в принципе, здесь сможет уместиться и будет работать. Но емкость у него меньше. То есть я еще раз повторю, здесь 4,5 ампер часа, а здесь, значит, он всего 3 ампер часа. В руководстве по эксплуатации весов сказано, что вот этот родной зеленый аккумулятор может автономно работать до 80 дней. Ну а вот этот, который я купил, черненький, по моим подсчетам, получается, что может работать примерно около 60 дней. В принципе, меня это устраивает. Он даже дешевле немножко, чем вот этот оказался. В общем, аккумулятор я ношу. И взял еще вот две клеммы таких, мама, чтобы не паять. Вот сюда будут одеваться они. Ну что, давайте поставим, посмотрим. Отмеряем длину липкой ленты, равную аккумулятору. Ну и можно ее, в принципе, сразу наклеить на аккумулятор. Наклеиваем так, чтобы вот эти контакты оказались вверху. То есть не вот так вот вниз, неудобно будет одевать, снимать эти штекеры. Клеммы, вернее, а вот таким образом, чтобы они вверх торчали. Значит, наклеиваем вот сюда, где все его данные. Ну что делать? Так, снимаем защитный слой. Ну что, с Богом, на место ставим. Вот и все. Теперь подсоединяем провода питания. Плюс у нас стал теперь с правой стороны. Был вот с этой стороны, от меня с правой. А теперь с правой. Надеваем контакт, клемму на место и минус. Все. Ну что, включаем, проверим. О, отлично. Все светится, все работает. Собираем в обратной последовательности. Надеваем верхнюю крышку. Чтобы она точно подошла. Все, подошла. Теперь вот так вот сжимаем двумя руками. И с этой стороны, и с этой. И переворачиваем весы. Вот. И вот эти саморезы на место. Здесь вот один. Ну, теперь их нужно завернуть. Так. И последний саморез на место. Затягиваем посильнее. Все проверяем еще раз. Потому что, когда я отворачивал, они туго были завернуты. Ну вот, можно теперь переворачивать в рабочее состояние. Одеваем вот эту защитную пленочку. Она у меня не порванная. Шесть лет простояло. Ничего ей не было. И теперь ставим площадку. О! Итак, контрольная проверка. Включаю. Все нормально. Весы вошли в режим. По нулям все. Давайте взвесим наш конденсатор старый. 430 грамм, однако. И последний совет. Если есть возможность, то есть вы работаете в помещении, где есть розетка с напряжением 220 вольт, пользуйтесь вот этим адаптером или блоком питания. Он же зарядник. Поясню почему. Этот блок питания сделан таким образом, что когда наш аккумулятор полностью зарядится, то питание на него не идёт. То есть он остаётся заряженным и как бы лишнего в себя ничего не возьмёт. Если же блоком питания не пользоваться в таких случаях, а чисто работать на износ на одном аккумуляторе, то он, естественно, садится. И может сесть так, что в нём останется 5%, ну, 10%. А мы его выключим, вернее, выключим весы, и аккумулятор остаётся практически разряженным. Если он долгое время так будет стоять в разряженном виде, то он быстро придёт в негодность. Поэтому лучше работать вот с блоком питания. Скажу, что вот этот аккумулятор, в принципе, я на него не в обиде, он проработал 6,5 лет. То есть, ну, в принципе, для таких вот гелевых кислотных аккумуляторов это вполне приличный срок. Обычно 4-5 лет они работают. Вот этот 6,5. Ну вот всё. Удачи! Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok